Сообщения из района тушения масштабного пожара в Спасском районе все больше напоминают сводки с фронта. Там оперативно передислоцировались и при поддержке техники сбили верховой пожар, там не сбили, там утюжит лес тоннами воды противопожарная авиация, к месту стягивают дополнительную технику. В ликвидации огня задействованы 783 человека, 218 единиц техники, в том числе 17 воздушных судов. С ним уже сброшено порядка 10 тысяч тонн воды. Пока что в сторону поселка Диульно, где расположен штаб МЧС, огонь не добрался. Тем не менее, угроза все еще велика. За выходные огонь прошел еще около трех гектаров. Кадры облета территории выложил у себя в телеграм-канале министр природных ресурсов России Александр Козлов. В данный момент летчики-наблюдатели авиалесоохраны координируют сбросы воды в строго определенные точки. Идут так называемые снайперские сливы воды. На том участке кромки, где работают люди, бывает большая интенсивность горения. И наземные службы просто не могут подойти непосредственно к кромке и оказывать тушение. Мы когда точечно попадаем на эти участки, сбиваем интенсивность, подтушиваем или смачиваем полосу. И кромка дальше не распространяется. Наземные службы, уже десантники пожарные, просто чисто пожарные, подступают и дотушивают эту кромку. Пожар тушат круглосуточно. Все службы в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах работают в режиме «чрезвычайная ситуация». Ветер пока не ослабевает порывы до 12 метров в секунду. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, исключающий посещение лесов. А доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров, и вовсе запрещен. Как показывает мониторинг обстановки в результате облетов, проведения разведки, ситуация продолжает оставаться сложной. В связи с этим продолжает увеличиваться группировка, задействована для тушения пожаров в районе и данного населенного пункта, и вообще на всей территории районов, где действуют природные пожары. И к исходу дня мы ожидаем выдвижения из Москвы дополнительных сил и средств. На месте уже работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Но помощь продолжает пребывать. Сегодня поливочную технику с улиц Рязани тоже отправили в место огненного противостояния. При этом уже принято решение временно отселить жителей двух населенных пунктов в связи с ухудшением погодных условий. И если Диулина пока держится, то в деревне Ольгина полная эвакуация. Площадь активного горения в области 160 гектаров.